Всем привет! Сегодня мы будем смотреть работы моушн-дизайнеров для того, чтобы вдохновиться и вообще понять, как там дела на рынке, на что стоит ориентироваться, потому что многие из вас ищут моушн-дизайн, как начать, моушн-дизайн, что в тренде, моушн-дизайн, как заработать. А заработать-то на самом деле не так уж и трудно, если у тебя хорошая работа в портфолио есть. Сегодня мы будем смотреть, как надо, и, может быть, немножко поговорим даже о том, как не надо. Даже, может быть, сейчас поговорим, но давайте начнем с одной очень крутой работы. Так, автор работы Александр Лукьяшко. Я думаю, что это отличная работа для портфолио, но, к сожалению, к сожалению, ладно, буду самокритичен, потому что это на самом деле работа наших выпускников. Сегодня преимущественно мы будем смотреть работы тех, кто закончил курс моушн 4.0, потому что предыдущее видео было о нашем курсе моушн 2.0, после него вышла версия 3.0, и сейчас вот 4.0. И стоило бы освежить, так сказать, память, потому что нам есть что показать. Сейчас вы увидите много крутых работ, вы много чего поймете, переосмыслите, я буду это комментировать, буду это обсуждать. И вот эта работа для меня, как человека, который ездит на мотоцикле, как для человека, который увлекается мотоциклами, который в них кое-что понимает, для меня эта реклама не продает шлем. Потому что материалы, это раз, и потому что не показана основная проблематика шлема, то есть это звукоизоляция, это когда ты начинаешь набирать скорость больше 120 км, и тебе трясет голову. Это все здесь не показано, а я хотел бы это видеть. Вот, но эта работа отлично подходит для портфолио, то есть она показывает навыки моушн-дизайнера, который здесь поработал супер круто. Здесь все по композиции, здесь все хорошо по свету, по материалам. Несмотря на то, что я до этого говорил, что материалы шлема не очень хорошо проработаны, они очень хорошо проработаны для целевой аудитории. То есть для мотоциклистов. Мотоциклисты хотят видеть шероховатость, они хотят видеть то, как выглядит шлем, потому что вот, например, то, что мы видим сейчас, это для меня, как для человека, у которого есть несколько, так сказать, головных уборов подобного вида. Я знаю, что его немножко не так положишь, его немножко не так поставишь, он упадет, и все. На нем появляются сколы, и поэтому мне больше нравятся материалы такие шероховатые, которые оставляют меньше скол. Потому что это реально частая проблема, и это не так уж и важно для моушенизайна. Что у нас тут? У нас тут хорошая работа, то есть если бы, например, ко мне пришел человек, сказал бы, я это сделал, а я бы, например, не разбирался в мотоциклах, и хотел бы заказать ролик на другую тему, то я бы у него купил, потому что я вижу, что работа проделана хорошо. Есть частицы, в том числе и тут, и это классно, то есть по композиции тут все хорошо проработано, нет ощущения, что ты смотришь, и будто это какие-то слайды. То есть проблема клиентов, многих, которые заказывают моушенизайн, в том, что они не понимают, что такое моушенизайн. Для них это какие-то слайды, знаете, вы там, ну, максимум туда какой-нибудь объект добавили, нажали кнопочку, и оно все само покрутилось, все само показалось, и показалось со зрителем, и все, и тебе как бы больше ни о чем не нужно думать. На самом деле это большой объем работы, расстановка сетов и так далее. Вот, мне нравится эта работа, но давайте прочитаем про автора. У меня были определенные знания в моушенизайне до курса, и я более-менее нормально работал, но сказать, мои работы классные, визуально красивые, язык не поворачивался. Я оказался в мастерской, в смысле у нас. И это реальная проблема того, что люди не могут повысить уровень своего портфолио. Проблема в том, что не хватает наставника. Вот давайте поговорим о самообразовании. Недавно смотрел один ролик о школе, которая плохо делает свое дело, и школа, которая кинула как-то меня на деньги, я записывал об этом ролик. Вот, и у них на ютубе один мужчина, наверное, не знаю, как его, не назову его, молодым человеком, сказал, что самообразование это плохо, что на этом сейчас далеко не уедешь. И, конечно же, я не согласен, как и не согласились с ними люди в комментариях, самообразование это классно. Но, но тут кое-что нужно понимать. Дело в том, что, смотрите, можно ли назвать самообразованием, когда вы учитесь по урокам? С трудом, да? То есть, я не могу назвать самоучкой человека, который вот учится чему-то по урокам. Я могу назвать самоучкой человека, который берет программу, по которой еще нет никаких уроков, начинает сам в ней разбираться, сам начинает ее колупать, ничего не читая, не находя на своем языке каких-то инструкций, каких-то руководств. Он начинает колупать эту программу, и сам начинает по ней записывать уроки, либо начинает создавать в ней что-то такое, что действительно продается на рынке. Это самоучка. Когда вы используете уроки на ютубе, вы не самоучка. И разница, на самом деле, тут лишь в том, что ты, когда учишься по ютубу, ты имеешь плохих наставников. Они учат тебя неправильному пайплайну, потому что, как правило, если человек идет на ютуб и не зарабатывает на этом, то есть, ну, как взрослый человек, вы должны понимать, что заниматься ютубом, это значит, либо, а, вам нечем заняться, либо, б, вы на этом зарабатываете. И, как правило, люди, которым нечем заняться, они хотят признания. И это хорошо, то есть, это неплохо. То есть, много кто начинает с ютуба, и это прекрасно, когда ты на этом еще пока не зарабатываешь, но хочешь там какого-то внимания, хочешь чем-то заняться, пока еще не зарабатываешь на своей основной профессии. Это нормально. Но навык и понимание пайплайна у людей, которые записывают уроки на ютуб и делают это бесплатно, он очень низкий. Естественно, что, обучаясь по ютубу, вы просто замедляете очень сильно свое развитие. То есть, когда ты ребенок, когда тебе лет 16, ты приходишь после учебы, после школы, или, например, летом начинаешь изучать программы, тебе некуда торопиться, ты просто хочешь что-то поделать для себя, то, как бы, все отлично. Ты можешь попробовать, потом, может быть, пойдешь в какую-нибудь другую профессию, может быть, переучишься, это нормально. В этом нет ничего такого. Но когда ты взрослый человек, который несет ответственность за свою жизнь, который несет, возможно, ответственность за жизнь своей семьи, который стремится к тому, чтобы начать зарабатывать, тратить время впустую и обучаться, особенно закладывать фундамент на ютубе, это абсолютно плохая идея. И самообразование, я на самом деле считаю, что это хорошо, но я сам не до конца понимаю, где эта граница. То есть, самообразование, это, наверное, когда ты получил какие-либо знания с помощью кого-то или самостоятельно, и начал на этом зарабатывать или как-то это применять, не имея никакой диплом. То есть, например, как множество психологов в Инстаграм, инстапсихологи. Или моушн-дизайн, то есть, потому что в странах СНГ нигде не обучают моушн-дизайну так, чтобы вы получили диплом какой-нибудь красный, да, и могли его везде использовать. Хотя в этой сфере, конечно же, никто не смотрит на сертификаты, никто не смотрит на дипломы, вы когда приходите, вас просят показать портфолио. И это действительно то, что имеет ценность при трудоустройстве. Ну и плюс, конечно же, ваши человеческие качества. В общем, я немножко затянул. Вроде бы смотрел только один ролик и уже тут много чего рассказал. Поэтому продолжим. Еще одна работа, которая отлично продает человека как моушн-дизайнера, но довольно слабо продает его как человек, который может написать сценарий. Это не может быть плохо. То есть, если вы работаете в команде с кем-то, или вы как ответственный взрослый человек, который может делегировать, кстати, нам надо об этом поговорить, это интересная тема, вы хотите кому-то отдать задачу написания сценария, то вместе с таким человеком вы можете создать очень крутые проекты. Итак, мы видим инвалида, который почему-то расстроен, что у него на экране открыта заставка евро. Я не знаю, почему так происходит, но, по крайней мере, кадр по композиции хорош. По свету, по композиции. Injury. А-а-а, я так понимаю, что герой нашего видео был травмирован и не смог получить возможность участвовать в игре. Я считаю, что вот это была ужасная работа. Где был куратор, вот эта вот работа с частицами, она просто отвратительная. Но давайте сразу перейдем к тому, какой опыт. Итак, закончил ролик для 4.3.3 в рамках обучения моушн-дизайна на курсе от Исаев Воркшопа, мастерская Исаева. До прохождения курса не имел никакого опыта в 3D. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это человек, который не открывал никакие 3D-программы, человек, который не занимался моушн-дизайном. И все вот эти вот анимации, они в ролике сложные. То есть, чтобы вы понимали, я захожу в группы, читаю комментарии иногда, и люди пишут, у вас одинаковые выпускные работы, вот эти вот вжухи, налеты, вылеты. Чтобы вы понимали, вот посмотрите обычные работы моушн-дизайнеров. Вы, то есть, не студии, а обычные. Вы увидите, что там все ужасно с движениями камер, вы увидите, что там ужасно все с анимацией. И вот эти вот вжухи, это исключительно образовательный момент. То есть, сейчас мы от них стараемся отходить потихоньку, но это не из-за ребят в комментариях. То есть, мы отходим от них потихоньку, чтобы нащупать иной способ проработки вот этих вот анимаций, да. Но вы должны понимать, что вот после этих вжухов, они для новичков очень сложные. Ну, то есть, не то, чтобы там, он такой, ой, вжухи, все, я не смогу, типа, я не прошел курс. Нет. Просто у них уходит время на то, чтобы переделывать их. То есть, он сделал, а куратор сказал, нет, плохо, переделываю. Ученик снова переделывает. Тот говорит, нужно здесь поправить. И вот после нескольких таких переделок у человека формируется понимание того, как нужно анимировать камеру. И вот после этих вжухов все остальные движения камеры, все, что вы можете увидеть, там, наезды, отъезды, какие-то пролеты, прокруты и так далее, оно все делается просто, ну, как семечки щелкать. Это все становится абсолютно простым. Изначально это была задумка для того, чтобы сделать сложно. Для того, чтобы новички попотели, но после курса могли сделать абсолютно все. Потому что моушн-дизайн – это дизайн движения. То есть моушн-дизайнер – это человек, который является инженером движения в кадре. То есть графический дизайнер – это человек, который расставляет объекты, который создает графику, да? А моушн-дизайнер, он на самом деле всей этой графикой вообще не должен заниматься. Его цель исключительно анимация. То есть вот еще есть дурачки, которые приходят и говорят, вот, а вы что, не моделируете на курсе? Ну, во-первых, мы моделируем на курсе. То есть некоторые модели ученики создают сами. Моушн-дизайнер – это аниматор. Это то же самое, что ты анимируешь мультфильм какой-то И тебе говорят, фу, ты не моделировал персонажа для этого мультфильма Это же глупости Это говорит о том, что человек ничего не понимает в сфере И как только он начнет там наконец-то работать Начнет там что-то зарабатывать, работать в команде Он поймет, что очень важно Он поймет, что задачи можно делегировать Давайте поговорим о делегировании Я все-таки скажу Делегирование чем важно для вас? Тем, что профессии, которые имеют перспективы И которых можно вырасти Вы же не всю жизнь хотите работать за 1000 долларов, за 2 Особенно в странах, где налоги по 50% Вы же на этом не купите ни нормального автомобиля Ненормального жилья Вы просто всегда будете выживать просто на зарплату То есть высокие зарплаты, высокий доход Он строится не на том, что вы там создаете суперкрутую графику Там добавляете какой-то суперкрутой рендер Суперкрутые частицы, нет Ваш рост карьерный строится Запомните Исключительно на делегировании Я об этом говорю часто своим сотрудникам Говорю, вам нужно Я даю такую возможность нанимать кого-то еще вам Человек чем-то занимается Я говорю, найми кого-то Если ты с работой не справляешься, возьми кого-то еще И управляй Я буду за это доплачивать То есть ваш рост строится исключительно на делегировании И вот этот навык делегирования Он в какой-то степени тут воспитывается То есть вам, например, не нужно уметь моделировать Моделировать все модели в кадре Но на базовом уровне моделирования нужно освоить Чтобы потом понимать, как другим людям давать это задание То есть делегировать И вот наши выпускники, они знают То есть я вот вижу по чатам, я вижу, как постоянно все объединяются То есть если вы посмотрите у нас в Инстаграм Или где-нибудь еще выпускные работы Которых там больше нескольких сотен То есть, например, на Vimeo у нас больше 400 выпускных работ То есть это топ Можно было бы публиковать Которые все равно лучше, чем у других онлайн-школ по мошен-дизайну У нас их вообще там больше тысячи Но вот именно топ самых крутых работ Их там около 400 на Vimeo Это большой объем работы То есть вы должны понимать, какое количество людей прошло через нас Какое количество людей сейчас заняты работой И вот я захожу и смотрю Очень часто ребята объединяются И объединяются они именно благодаря тому Что понимают, что многие задачи нужно делегировать Если ты хочешь быть успешным Потому что ты не можешь никак вырасти, если будешь все делать самостоятельно И вот умение делегировать Оно позволяет вам вырасти То есть, например, когда вы работаете таксистом Вы не можете ничего делегировать То есть эта профессия не дает никакого роста Она не дает перспектив Но как только вы покупаете какой-нибудь спортивный автомобиль Нанимаете человека, который будет вас регистрировать на гонках Вы уже начнете больше зарабатывать на умении водить автомобиль То есть это уже начнутся какие-то соревнования Это я говорю как пример То есть если вы поете, например, где-нибудь на ютубе Вы много не сможете зарабатывать Но если вы наймете себе продюсера То есть будете делегировать часть своих задач Занимаясь просто своим любимым делом То вы начнете зарабатывать еще больше И вот в этом, в делегировании Кроется настоящий успех Кроется возможность вырасти Возможность зарабатывать в разы больше Но для этого, конечно же, нужно сначала покорить основы Покорить, так скажем Завложить фундамент То, чем занимаются наши ребята Так вот, по анимации тут все хорошо Мы видим анимацию камер Мы видим, что по композиции все хорошо Мы видим, что человек чувствует музыку Это, кстати, очень важно для моушн-дизайна Потому что 30%, ну если не преувеличивать 30% видеоролика 30% его эффектности, успешности Играет звук И вот, когда ты чувствуешь звук Это, конечно же, вырабатывается на курсе То есть чувство тайминга Оно развивается на курсе То потом тебе становится вообще легко Ты чувствуешь динамику Ты под каждый звучок там делаешь какое-то движение Или наоборот, под каждое движение Добавляешь какой-нибудь саунд-дизайн Кстати, на четвертой версии курса Наконец-то появился саунд-дизайн Некоторые ребята не используют его почему-то Некоторые используют и довольно успешно Я считаю, что этот ролик не продает игру Но он продает специалистов как моушн-дизайнера Если бы я написал сценарий для этого ролика И взял бы этого парня как исполнителя Он бы сделал суперкрутой ролик, который продавал бы Понятное дело, что мы не можем На одном курсе, на котором есть блокинг Анимация, арт-дирекшн Работа с цветами, работа с материалами Рендер, а на четвертой версии еще и рендер в Unreal Engine происходит Чтобы вы не тратили неделю на рендер одного кадра Тут есть просто все В этом курсе есть все, что только может касаться моушн-дизайна Еще и больше То, чего не хватает, есть у нас в бесплатных курсах И вот если бы мы еще сюда засунули полноценный сценарий То мне кажется, что этот курс длился бы еще дольше То есть можно в бесконечности улучшать этот курс Но нужно все-таки придерживаться планки Благодаря которой ребята справляются за примерно два месяца У нас, например, спрашивают, человек пишет отзыв про курс И пишет, что он сделал работу за три месяца Говорят, что у вас получается курс длится все-таки три месяца Мы говорим, нет На самом деле курс длится полтора-два месяца Но из-за того, что некоторые ребята начали учиться А когда ты учишься, твое видение меняется Ты начинаешь совершенно иначе смотреть на то, что ты создавал, например, месяц назад То есть получается так, что ты дошел до пятого этапа На котором нет дедлайнов То есть ты не можешь никак вылететь с пятого этапа Если не будешь материться на кого-то в чате, оскорблять кого-то То есть ты дошел до пятого этапа И у тебя есть ролик, который тебе уже перестал нравиться То есть ты вырос, ты начал по-другому видеть Потому что что действительно еще стоит денег? Это ваше видение То есть вот как парень писал, что он до этого делал что-то в 3D Но было плохо То есть на курсе еще и развивается ваш вкус, фантазия Люди спрашивают, нужно ли уметь рисовать Нужно ли иметь вкус, фантазию Нет, не нужно все это Все это развивается на курсе На курсе нужно иметь только А. сильное желание И Б. время для обучения Все остальное мы предоставляем И помогут вам всегда другие ребята, которые так же учатся Которые так же приходят с нуля Так вот, в этой работе я вижу хороший навык моушн-дизайна Но я вижу непродающий сюжет для приложения Ничего страшного в этом нет С хорошим роддиректором или сценаристом в коллабе Этот человек сделает просто шедевр Посмотрим, что у него там будет получаться после курса Но самое главное До прохождения курса человек не имел никакого опыта в 3D И он создал вот это То есть он расставил все эти модели Настроил материалы Настроил анимации Он изучил моушн-дизайн Просто некоторые говорят, что моушн-дизайн это что-то другое Но у меня есть ролик на моем личном канале В котором я делаю обзор разных школ по моушн-дизайну Разбираю, так сказать, полочкам На самом деле почти ни в одной из этих школ нет моушн-дизайна Они просто создают что-то в 3D Добавляют какую-то простую анимацию И никакого дизайна движения там вообще нет Вот, а тут это все есть Итак, идем дальше Дальше у нас заставка для сериала Позвоните в Солу Лучше звоните в Солу или как-то так Давайте посмотрим Мне нравится, как ребята Добавляют пасхалки в видеороликах с нашим логотипом Это очень приятно Итак, до курса имел опыт в Юнити и Блендер Но никак не мог понять, как сделать что-то цельное Это, кстати, главная проблема ребят, которые учатся по Ютубу Они не могут ничего цельного сделать Но опять же наш курс Это давайте такая реклама То есть под предыдущим роликом подобным нам написали Эгоистичная реклама самого себя Так это круто, ребят Когда вам есть что показать Когда у вас есть какой-то крутой продукт Вам нужно учиться о нем рассказывать Потому что, ну как, что-то крутое может продаваться То есть Apple уже тоже о себе постоянно рассказывает Везде рекламные ролики Все абсолютно о себе рассказывают И это правильно То есть и когда нам есть чем гордиться А мы реально гордимся тем, что мы создаем Посмотрите, пожалуйста, на эти работы Это работы, которые сделаны в большинстве своими людьми Которые либо не имели никакого отношения в 3D Либо что-то немножко где-то колопали Но полноценно ничего не могли создать Не могли создать ни один полноценный продукт И я горжусь тем, что мы это создаем Да, я могу рассказывать Типа, вот мы создали такой курс Посмотрите, тут все хорошо по движению Тут все хорошо Я думаю, что если этому человеку дать команду И дать ему мощный компьютер Он сделает намного круче Он сделает вообще шедевр То есть когда вы смотрите выпускные работы Еще учитывайте, что у многих слабые компьютеры То есть не все могут работать на компьютерах На ПК за 2000 долларов Или на ноутбуках за 6000 долларов То есть Вовочка наш, который прошел курс На очень слабом компьютере Я не помню точно Он после этого курса там заработал на NFT 100 тысяч долларов примерно Если не больше уже Вот, и то есть Он начал делать крутые работы после курса Когда он приехал к нам в офис Когда я дал ему мощный компьютер И вот у него уже сейчас свой собственный ноутбук И это круто Это круто, что человек на курсе Как бы может сделать просто хорошую работу Отточить свой навык А уже потом он может сделать какую-нибудь крутую работу Именно после курса Чего мне не хватило в этом ролике Мне не хватило арт-дирекшена То есть видите Здесь все такое гладкое, высвеченное А этот сериал, он такой Как будто ему нужно добавить немножко шумов Понимаете, о чем я? Как будто здесь все слишком такое вылизанное Вот реально вылизанное, гладкое Как будто пластмассовое Вот в этом проблемка Но, но хочу обратить внимание на то Что этот ролик был бы очень крут Для какой-нибудь мобильной игры По этому сериалу То есть если бы по этому сериалу Создали мобильную игру То этот ролик был бы очень крутой Рекламой для него Или, возможно, для продажи Каких-нибудь фан-товаров Мерч какого-нибудь в интернете То есть это было бы супер Смотрим дальше Семен Канде Вот эта работа с курсом Motion 4.0 Она мне очень нравится На курсе Motion 4.0 я добавил Некое подобие режиссуры То есть она не может быть полноценной Не может быть настоящей И немножко добавили мы сценарий То есть я боролся за то Чтобы ученики при возможности К сожалению, не всем это удается Некоторые ребята слишком нервничают На первом этапе Знаете, новички Они там еще где-то там Какие-то фигни в чатах начитаются Что их там выгоняют Или еще что-то И вот они на первом этапе сильно переживают То есть потом это переживание уходит Потому что ты понял, как работает курс Ты увидел всю эту кухню изнутри И ты понял, что на самом деле ничего страшного нет Просто нужно приступать в первый же день Но вот этот страх Он иногда не позволяет им расслабиться На первом этапе Ну вот ты когда только приступаешь Ты такой Получаешь доступ к курсу И ты такой Мне сразу нужно что-то делать То есть нет такого Знаете, что мы там Ну вот как обычно на курсе Ты приходишь Тебе дают 40 часов видеоуроков И ты смотришь такое на диване И такой Ну все Что я как бы все умею А на самом деле ты ничего не умеешь А тут у нас все строится на практике Ты залетаешь на курс И тебе сразу нужно что-то создавать И некоторые ребята из-за этого переживают И не могут сосредоточиться на том Чтобы добавить какой-нибудь сценарий Они боятся ошибиться И вот все такие вот дела А некоторые ребята все-таки добавляют сценарий И вот это именно тот сюжет То есть человек выходит из дома И его сразу же триггерит шум на улице Гавкает собака Шумят дорожные рабочие И это конечно же раздражает То есть когда ты хочешь Ну например если ты жил где-нибудь за городом раньше А потом переехал в город Тебя конечно же это раздражает И наушники, которые Нойз кэнселены И этот ролик действительно показывает проблематику Он показывает в чем проблема И мы видим режиссуру То есть смотрите Общий план Средний план Крупный план Снова крупный план Общий план То есть есть работа с ракурсами Меньше вжухов Но при этом посмотрите Как идет работа с камерой Посмотрите как камера движется Нет такого знаете Как у новичков Которые там Камера едет Едет и в конце резко останавливается И там через долю секунды Только начинается Следующий кадр Или камера ехала-ехала И начала ускоряться То есть таких моментов нет И по композиции Смотрите как здесь все проработано Посмотрите на эти диагонали Посмотрите как поводок Тянется к шее Как бы подчеркивая Что у этого кадра есть диагональ И смотрите как движется Я не помню как этот инструмент называется Он движется вместе с камерой Камера вначале смотрит влево Как бы нагнулась влево Идет движение дальше И она уходит вправо Она как бы дает ощущение того Что камера не зря движется Все же движения камеры Они должны быть обоснованы Должны быть не просто так Но тут все хорошо по динамике Я вижу по анимации все идеально Вот посмотрите Вы слышали это? Вот этот звучок Он прям такой приятный уху Я считаю это очень круто Я считаю это очень крутая работа Которая действительно заслуживает того Чтобы запускаться в таргет Для того чтобы рекламироваться И так далее Потому что она А. Показывает проблематику Которую решает продукт И Б. Является эстетически крутой Итак До курса Мой опыт в 3D Это повторение Нескольких простых уроков С ютуба Ребят Мне когда отправляли Материалы по этому ролику Мне жирным шрифтом Выделили моменты В которых описано Какой опыт у молодых людей Которые делали эти ролики Если вы хотите посмотреть Больше работ выпускных Или если вы хотите прочитать Полные отзывы От выпускников Которые сделали эти работы То переходите к нам в инстаграм Вот здесь будет Переходите к нам в инстаграм И подписывайтесь Смотрите Потому что там очень много Вы можете вдохновляться ребятами Знакомиться с ними У нас выпускников очень много Мы их там постоянно В сторис отмечаем То есть у нас действительно Очень крутой комьюнити С которым стоит знакомиться В который стоит погружаться При этом не забывайте Ходить на бесплатные курсы Подписываться на мой канал Потому что там я постоянно Ну там прям все самое живое То есть вот то что сейчас происходит Там все предзаказы Ранние доступы Бесплатные движухи То есть там какие-то Продвижения друг друга И так далее Это все происходит там Поэтому не забывайте Итак читаем дальше Пожалуй самое ценное Что я освоил Это pipeline Работа над роликом Начинается задолго До открытия 3D программы Вот То есть Пайплайн Это действительно что важно Потому что у меня был ролик Как обучаться И обучать в 2020 Вроде бы И там я рассказывал о том Как нужно обучаться И обучать Чтобы это было эффективно Чтобы ты был нужен на рынке И вот наши курсы Строятся на пайплайне То есть Вот это вот процесс Создания ролика Он должен быть таким же Как в продакшенах Чтобы ты Не из каких-то кусков Ты там сделал один ролик Потом там сделал Какой-нибудь другой Соединил И хоть отчет получилось Это не должно быть так Должен быть pipeline Должен быть процесс По которому идет работа Чтобы у тебя получился Полноценный продукт Важна проработка идеи От нее сильно зависит результат Сейчас у меня есть полноценный ролик Который я Вряд ли бы сделал За такое короткое время Без поддержки ребят в чате Дискорде И без ценного фидбэка От кураторов Хочу выразить благодарность Всем кураторам Несмотря на ужасные события В Украине Эти люди продолжают обучать Проводить стримы Давать обратку в чатах Это ценно Спасибо вам Спасибо Атоше Исаев Это я За созданное комьюнити В котором я рад оказаться Взаимно И да Здесь разделяют людей Но только по одному признаку Ленивый, неленивый Поэтому если готов работать Здесь лучшие условия Для развития Я честно говоря Я первый раз читаю этот текст Мне он очень понравился Это очень приятно Да, действительно Часть кураторов Особенно на этот момент Находилась в Украине И действительно У нас Очень важно В комьюнити То какой-то Ленивый Или не ленивый Потому что По вопросам Часто видно Ленивый человек Или он Удосужился Подготовиться К тому Чтобы задать Какой-то вопрос По вопросам Часто видно Что человек Просто не хочет Чего-то делать То есть он Он ищет Какие-то Обходные пути Он ищет Способы Ублажить Свою лень И это видно И у нас Комьюнити Не любят Ленивых До глупости Ленивых То есть Лень Она так или иначе В каждом человеке есть И нет такого Что ты заходишь В чат И там Все-таки Фу Ты ленивый Ну нет такого Но Когда все видят Что ты трудишься Что ты стараешься Что-то делаешь У тебя там не получается Получается некрасиво Все тебе подскажут То есть Когда у тебя плохо получается Это не то За что тебя будут ругать Вот когда ты не стараешься Не прикладываешь Никаких усилий Вот тогда Ну наверное Не сильно тебе будут Рады В нашем сообществе То есть Мы часто можем видеть Что там Нас как-то хейтят Нас не любят Да Это просто связано с тем Что Эти ленивые люди Не прижились у нас В сообществе Эта работа очень крутая Я считаю Что это пример Для подражания И не только новичкам А еще и профессионалам Потому что Моушен дизайн На рынке Зачастую является Имиджевым То есть Имиджевые ролики Это ролики О товарах Которые уже знают То есть Например Ты знаешь Что такое Айфон Тебе не нужно Рассказывать о его Новых функциях Например Особенно Где-нибудь летом Когда уже скоро Выйдет новый айфон Да Поэтому тебе будут Просто показывать Имиджевые ролики Тебе не будут Рассказывать о его функциях Потому что Ты их и так знаешь Вот И из-за того Что моушен дизайн Зачастую имиджевый Нам не хватает Немножко Сюжета Мы видим Мы видим Часто Работу с тканью Работу с шерстью Мы видим Часто Работу С Какими-нибудь Частицами Но К сожалению Сюжет Зачастую Уходит на фон Мы с этим Начали бороться Идем дальше Владислав Игошин Что я вижу Я вижу Отличную Работу Моушен дизайнера То есть Тут все Анимировано Расположено Все классно На первый взгляд Если ты смотришь Ты не понимаешь А Да Видите Отсылочка Отсылочка К приватбанку То есть Тебя бесит Очереди В нем Это правда Я как владелец Вип-карты Знаю Что даже Мне приходится Зачастую Стоять в очереди Ждать Пока Какая-нибудь Бабушка Сможет Поменять Какие-то Настройки Которые Недоступны В ее Бабушкофоне И Этот вопрос Конечно же Решается Благодаря Появлению Монобанка У которого Нет отделений И Многие вопросы Решаются Внутри Приложения Но Мы не видим Всего этого Если смотреть ролик С первого раза То есть Если вы увидите Этот ролик Рекламе Вы не понимаете Что происходит Вот только тут Мы Замечаем Еле-еле Замечаем Монобанк Да Но И вот Еще здесь Логотипчики Но Мы не понимаем Что этот ролик Нам хочет сказать Да Он оплачивает Да Улетают монетки Но Что этот ролик Нам хочет сказать Ролик хочет сказать Что мы можем Купить себе Мопед Ночью Есть работа С персонажем Есть работа С анимациями Даже 2D Анимации Есть Это Очень крутая работа И Вроде бы На первый взгляд Кажется Что Она Не применима То есть Как она может Рекламировать Монобанк В этой работе Ничего Кроме Финальной заставки Вот так вот И ярко Ничего не говорит Об этом банке Да Но Представьте себе Этот ролик С озвучкой Представьте себе Что в этом ролике Автор говорит Надоело стоять В очереди В нашем банке Ты можешь Скачать приложение И решать Все вопросы В этом приложении Это я например Говорю Рассказывается О преимуществах Этого приложения И вот в таком случае Если у этого Видеоряда Есть озвучка Он становится Очень крутым И Я думаю Что автор Владислав Икошин Большой молодец Это очень крутая работа Я не знаю Чем он сейчас занимается К сожалению Это Наверное Произошло Из-за того Что слишком много Учеников То есть Я не могу Запомнить всех Там каждый месяц Запускается Курс Там залетает Примерно 200 человек Они все Разлетаются По разным странам Сейчас я нахожусь В Шотландии Это город Эдинбург И Скоро Я поеду В Лондон И там встречусь С учеником С выпускником Который живет Под Лондоном И работает На лондонской студии А я сниму Ролик про него Но Мне приходится Уже про некоторых Учеников Узнавать У наших администраторов Потому что я Далеко не всех знаю Я просто не успеваю Когда такой объем Когда столько курсов Геймдев 2.0 Постобработка 3.0 Моушн 4.0 И Там еще курсы По рекламам И вот Когда такое количество Учеников Ты уже не можешь запомнить Это То ли дело 2016 год Когда там Я запускал сам курс И там было 80 учеников Первый раз И я всех по именам помнил Всех помнил в лицо Знал все истории ребят Потому что я сам проверял все работы Конечно же Тогда запомнить легче Но За большинство ребят Я не могу следить А если И слежу То я не всегда понимаю Что это Например Один и тот же человек То есть Я например Может быть и подписан На этого молодого человека Но Я не знаю Например Что это он Сделал эту работу Да То есть Я путаюсь уже Поэтому мне Сложно Вот Все что у меня сейчас есть Это Видеоролики Ссылки на учеников И отзывы Это В таком формате Мне прислали документ Чтобы я мог Делать обзор Ну и при этом Был Максимально непредвзят Вот Отзыв Я очень рад Что попал на курс На самом деле Ты рад Не тому Что попал на курс Ты рад Что ты его прошел Потому что Есть люди Которые попадают на курс И ничего не Начинают делать То есть Они приходят Такие А Начну чуть позже И начинают Например За два дня До дедлайна Да Естественно Ничего не успевают И не проходят дальше Вот А есть люди Которые приступают Сразу Начинают учиться Заходят в дискорд Общаются с другими ребятами Доходят до конца Ну потому что Ты не можешь Не дойти до конца Когда ты учишься С другими Когда тебе помогают И когда ты действительно Этого хочешь Вот И Я думаю Что ты рад Не тому Что попал на курс А потому что Прошел его Потому что Когда люди Попадают на курс И не проходят То они конечно же Не могут быть рады Ну либо им плевать То есть Есть же ребята Которые купили Потом такие А Типа Как-нибудь Потом пройду Знаете Там уже Вот есть у человека Деньги Он там может себе Позволить Курс за 350 долларов И он может себе Позволить Забыть про него Ну например Я тоже могу Что-то купить И потом такой А зачем Я там У меня свои дела Я там пойду Попутешествую Например Или там Другими Какими-то еще делами Буду заниматься Так это работает Хоть у меня И были Некоторые начальные Знания в этой сфере Но курс помог Мне их структурировать То есть Человек уже пришел С каким-то опытом Также он дал мне Понимание того Как строится Процесс создания Полноценного Коммерческого ролика Вот это тоже важно Считаю Что этот формат Обучения Который предлагает Мастерская Является самым Эффективным Из всех возможных Я тоже так считаю Потому что Эта схема По которой мы обучаем Она уже Отрабатывается Больше пяти лет У нас даже есть ролик Который называется Пять лет дедлайнов Пять лет жестких дедлайнов Документалка про нас Где ученики Которые с нами Уже много лет Или немного лет Которые рассказывают О своем Прогрессе Рассказывают О том Чем занимаются Как они там Проходили обучение Что с ними случалось И так далее Ну и как они Работали с другими Упускниками Это все интересно Так что если захотите Посмотрите Смотрите Вот Хочу поблагодарить Всех кураторов И администраторов курса Отдельная благодарность Вадиму За многочасовые Атмосферные стримы И ценный фидбэк Кураторов у нас любят Потому что кураторы С душой относятся К своему делу А если они относятся Не с душой Значит они у нас Не работают Все просто Смотрим дальше Я считаю Этот ролик Должен был Закончиться Чуть раньше 24 секунды 24 секунды Сделать на курсе Это большой объем работы Тем более Этот ролик Очень крутой Посмотрите Как тут расположены Объекты Посмотрите На наполнение Сцены Посмотрите На анимацию Все Посмотрите На динамику Тут проделана Очень большая работа Очень крутые материалы Ну вот Я смотрю Я кайфую Я бы не подумал Что это сделано На курсе То есть Я как человек Который придумал Этот курс Придумал его концепцию Первая концепция По-моему Была придумана Еще в 2018 То есть Тогда был первый Моушен Вот И сейчас Уже 22 Уже 4 года И я сам удивляюсь То есть Понимаете Мой принцип обучения Как и принцип работы Со сотрудниками Он строится на том Чтобы давать Возможность Раскрываться На том Чтобы давать Возможность Задействовать свои таланты То есть С одной стороны Сделать дисциплину Добавить дисциплину Чтобы было жестко А с другой стороны Обязательно Нужно сделать так Чтобы была Какая-то свобода Где человек Может свой собственный Талант Раскрыть И Это работает Посмотрите С одной стороны Нельзя давать Пошагово То есть Прям по пунктам Что сделать Да То есть Когда У нас Столько бесплатные Курсы такие То есть Когда Мы даем Какую-то готовую Сцену И ребята Тогда добавляют Какие-то свои объекты То есть Можете кстати Посмотреть Это там В комментариях Всякие дурачки Пишут Что типа Это невозможно Невозможно Чтоб это были Новички Этот курс Доступен Бесплатно Блядь Зайдите На сайт Посмотрите Он бесплатный Сами проверьте Люди настолько Тупые И ленивые Что они просто Не могут Перейти по ссылке И сами Убедиться Что это Может сделать Даже новичок Так вот У нас есть ролик Который Был сделан В большинстве Своим новичками Мы давали Там машину И добавляли Камеру А все окружение Сами уже Создавали Ребята Это да Это там Где Свобода Ограничена То есть Там ты можешь Разогнаться Только по Наполнению Сцены Но и то Ограничений В принципе Немного А тут Мы тоже Даем Максимальное Количество Свободы Именно той Свободы Которая Помогает Раскрыться И вот Я вижу Блядь Я бы Вот я человек Который Придумал Этот курс Да Я бы Это все Не смог Сделать У меня Сейчас Нет Навыков Которые Которые Вот Кстати Меня там Пишут Антон Исаев Сам не делает Моушн-дизайн Да Я не делаю Потому что Я руководитель Я Креативный Директор Я человек Коуч То есть Человек Коуч Не тот Кто там Не та Безработная Женщина Которая В инстаграм Кому-то Объясняет Как зарабатывать Деньги Да А коуч Это человек Который Знает Как определенный Тип Личности То есть Это психология Как определенный Тип Личности Подвести К решению Какой-либо Задачи Подвести К определенному Результату То есть Коуч Это тренер Например Тренер Футбольный Он знает Как довести Определенного Игрока То есть Он не всех Обучает По одному Принципу То есть Не всех Делают Нападающими Скоростными Да Всех Нужно По-разному И вот Коуч Это человек Который Понимает Как сделать Так Чтоб Человек Определенного Типа Психологии Взглядов Типажа Мог Достичь Какого-либо Результат Я просто Смотрю На это И восхищаюсь То есть Очень круто Очень круто Что мы С нашей командой Позволяем Ребятам Доходить До такого Результата Которому Завидуют Даже студии Ну давайте Давайте Зайдите Сейчас в Google Вбейте Мушн дизайн Студия И посмотрите Их Работы И сравните С этим Давайте Всем привет Хочу поделиться С вами Особенным Проектом Рекламным Видео Созданным Для бизнес Мессенджера Слаг Работу До финального Этапа Я уже Некоторое время Занималась 3D дизайном Но хотела Прокачать Свои скиллы Обучиться Анимацией Чтобы создавать Полноценные Видео А ну то есть По наполнению Сцены Авторка Анна Горяга Имела некий Опыт Работ в 3D Иногда Кстати Опыт в 3D Или какой-то Опыт до курсов Он играет в минус Потому что Некоторым ребятам Приходится Переучиваться А иногда Играет в плюс Вот я думаю Что это именно Та ситуация Которой Смешное слово Автору Анне Горяге Удалось Сделать Такую крутую работу Мало того Что это крутой Имиджевый ролик То есть Если ты знаешь Что такое Slack Ты видишь Эту рекламу Ты такой Ну Наверное Стоит заглянуть Если например Ты удалил Такой Наверное Стоит заглянуть Что там сейчас происходит Потому что Рекламка Выглядит круто Выглядит так Как будто Ну В нее начали Вкладывать Еще больше денег И ты такой Ну Пойду посмотрю То есть как имиджевый ролик Этот Очень работает Хорошо Я считаю Это Крутая работа Я не знаю Что такое Люди Про Я так подозреваю Что А Да Это Ютуб канал Люди Про Не знаю Используют ли Они Это Как свою Заставку Если Нет Не используют То это Очень большая Ошибка Потому что Это Очень крутая Заставка Она Прям Ну У меня Даже сейчас Немножко Начали Появляться Мурашки На коже Я думаю Это хорошая Работа И Отзыв Семена Около Пяти месяцев Назад Я даже Не мог Представить Что буду Способен Делать Подобное Так как Перед курсом Имел Лишь Базовые Знания В 3D Создал Такую Работу Видите Пять месяцев То есть Человек Видимо За 5 месяцев До публикации Работы Записался На курс И Выкатил Эту работу Я просто говорю О том Что Курс Может Растягиваться По одной Простой Причине Что Человек Например Закончил Его Два Месяца Ему Работа Уже Не нравится То есть Он Видит В ней Все Ее Недостатки И Он Хочет Ее Переделать Но Вот То есть Ты 2 месяца Трудился На курсе Тебе Нужно Передохнуть Потому Что Ты Не Мотивирован Во-первых Ты Не Понимаешь Каким Будет Результат После Того Как Ты Все Таки Закончишь И Во-вторых Тебе Не платят За это То есть Когда Тебе Дают Работу Например Говорят Вот За месяц Нужно Сделать Ролик Платим Тебе 10 Толларов Ты Такой О Класс Все Подрываясь Начинаешь Делать Получаешь Предоплату Работаешь Трудишься Потерец И Все У тебя Все Классно А вот Когда Ты Заканчиваешь Курс У тебя Нет На пятом Этапе Дедлайнов И Все Некоторые Ребята Бывают На несколько Месяцев Уходят И То Не Делают То У них Руки Опустились То Они Устали Хотят Отдохнуть Хотят Может У них Знаете У многих На курсе У них Там Появляются Свои Новые Идеи И Они Такие Типа Эту Пока Заброшу Реализую Другую Идею То Сделал Пока Может Три Месяца Делал Какой-то Другой Ролик Потом Закончил Тот Ролик Опубликовал И Решил Доделать Свою Выпускную Работу То То Не Нужно Думать Что Курс Длится Пять Месяцев Никто Не Будет Пять Месяцев Проводить Проверки Но Это Глупость Еще Был Такой Вопрос Вдруг Кому-то Такое Тоже Придет В голову Пишет Девочка Техподдержку И Спрашивает По Этому Поводу Я Говорю Что Некоторые Ребята Могут Доделывать После Курса Работу В течение Нескольких Месяцев Потому Что На Этапе Нет Дедлайнов Она Говорит Они Платят За Это Ну Я Говорю Нет Потому Что Дедлайнов Нет То Вдруг Кто-то Подумает Что За Это Платить Нужно Чтобы Там Дольше Работа Дорабатывать Нет То На Пятом Этапе Нет Дедлайнов Вы Работаете На Пятом Этапе В том Темпе В котором Хотите Можете Доделывать Работу Можете Опубликовать В таком Виде В котором Она Есть Это Ваше Дело Можете Там Тоже Переключиться На Какой-то Другой Коммерческий Ролик Это Постоянная История О том Что Из-за Того Что Ребята На Курсе Публикуют Сторис Рассказывают О том Чем Они Занимаются Им Прилетают Заказы Так Как Мастерская Их Репостит Им Приходят Клиенты И Заказывают У них Ролики Естественно Что Это Часто Тема Когда Ребята Ментальные Знания Получают Ребята На Первых Двух Этапах Это Самое Важное Дальше Ты В Принципе Уже Не Можешь Научиться Делать Неправильно То Если Ты Начинал Учиться На Пошел Мастерскую Чтобы Научиться Создавать Действительно Сложные Вещи Так Как Нравится Задумка И Формат Интервью Решил Сделать Фан Ролик Для Ютуб Канала Люди Про От Лица Весьма Необычного Гостя Мастерская Это Все Про Сообщество Вдохновленных Людей Которые Готовы Помочь Тебе Постоянную Работу И борьбу С Самим Собой Так Каждым Новым Этапом Сталкиваешься С задачами Которые Становятся Все Сложнее И Сложнее Дискорд Одно Из Самых Важных Открытий 21 Года Ну Дискорд Да Мы Добавили Его Действительно Он играет Очень Хорошую Роль Я вижу Как Некоторые Сообщества Начинают Разворовывать Эту Идею Именно В таком Формате Как Делаем Мы Но Ничего Страшного Это Очень Круто Все Должны Общаться Все Должны Друг Друг Поддерживать Вот Поэтому Если Вы Записываетесь На Курс Не Игнорируйте Ни В коем Случай Дискорд Потому Что Это Очень Важная Составляющая Обучения Итак Илья Богатырев G-Shock Отзыв До курса Я не был знаком С 3D И только Наблюдал За мастерской С надеждой Стать частью Ее комьюнити Теперь Это Реальность На курсе Я прошел Полный Пайплайн Создание Рекламного Ролика В 3D Начиная С анализа Продукта И Родирекшна Заканчивая Постобработкой И продвижением Работы Все это Дало Мне Незаменимый Фундамент Для дальнейшего Развития В индустрии И знания Куда Двигаться Дальше Чтобы Довести Дело До конца Нужно Постоянство И упорство Чтобы Нужно Поглощать Знания Как губка На это Подстегивали Дышащие В спину Дедлайны Что не давали Заскучать Огромное спасибо Создателю Курса Тоши Исаев Спасибо Пожалуйста Чатику Дискорду А также Кураторам Которые Всегда Спешили На помощь Я думаю Это Очень круто Для новичка Тут Хорошо По анимации Хорошо Все По наполнению Хорошо Все По свету Вот этот Кадр У меня Вызывает Сомнение Но Новичку Я думаю Можно простить Тем более По анимации По таймингу То есть Вот как Все сделано Секунда Секунду Знаете Я уверен Что если У этого человека Будет мощный Компьютер Соответственно Огромный Ресурс Для крутого Рендера То он Сделает Супер Крутую Работу Это Круто Или Боготрев Ты большой Молодец Да в принципе Все ребята Я Просто такой Немножко Скупой На комплименты Но Все ребята Тут большие Молодцы Очень большие Молодцы Давайте посмотрим Еще одну работу Потому что Я думаю Что этот ролик Может получиться Слишком длинным А посмотрим Еще одну работу И возможно Если вам понравится Формат Мы будем Обозревать Больше Выпускных работ Может быть Будем еще Обозревать Чужие Работы Сравнивать Например Хотя У нас есть Такой формат Когда ребята Пытаются угадать Работа Выпускника Или работа Студии Вот Можете посмотреть У нас на канале Но если вам Понравится Этот формат Может быть Мне нужно Меньше Разговаривать Может быть Мне нужно Больше Смотреть Видео Короче Напишите Мне Потому что Я еще Не нащупал До конца Этот формат Не понимаю Скучно ли вам Интересно ли вам Что вам Больше нравится Поэтому Жду ваши Отзывы В комментариях Ну и конечно Не забывайте Подписываться На мой канал Сейчас посмотрим Эту работу Мандалориана И Закончим На этом Щитников Михаил Хочу заметить Перед критикой Этой работы Пишет Михаил Перед тем Как начать Я вообще Ничего не знал О 3D графике Но в процессе Мне открылся Новый Удивительный мир Я не представляю Что вы испытываете Потому что Когда Ну когда я Например Обучался У нас Не было Такого количества Обучающих материалов По моушн дизайну Но мне тогда Уже было Очень интересно И сейчас Имея такие возможности Я не представляю Насколько вы Охуеваете Не побоюсь Этого слова Потому что Пару месяцев назад Ты ничего не знал О 3D И тут Выдаешь Такой ролик Мне кажется Вы просто Смотрите И такие Ебать Как это возможно Я не знаю Я бы хотел Чтобы у нас Что-то подобное Было В обучении В те времена Когда я начинал Хотя бы По принципу обучения Тогда компьютеры У нас не могли Потянуть Что-то подобное Но хотя бы По принципу обучения Вот здесь Здесь У нас Уже Грамматическая ошибка То есть У нас Смотрите В этом кадре Взгляд Остается на красной кнопочке Днем на следующий кадр А здесь Непонятно что То есть Наш взгляд Ну это взгляд Работа со взглядом зрителя Я иногда Ее затрагиваю Иногда нет Но вот здесь Она прям Мне шлифанула Так по глазу Я вижу Что вот Например Вы не можете Поставить этот кадр Еще кстати Я выпускников Часто Достаю По поводу того Что каждый кадр Должен быть таким Как будто Ты его сможешь Поставить на рабочий стол Вот здесь Непонятно что В центре Ты не понимаешь Что это Это что Телефоны Это Даже если не обращать Внимание на эти объекты Вот эти ребята По бокам Они подсвечены А в центре Все в темноте И первую секунду Ты не понимаешь Куда смотреть Твой взгляд Вроде бы остался в центре Но тут некуда смотреть То есть Из-за того Что взгляд Остался в центре Снизу Вылетает объект В центр Ты начинаешь Вести взгляд Вниз То есть Понимаете Взгляд Он Взгляд Нужно Как младенца Вот так вот Аккуратно Переносить Вы его должны Качать Вот так вот Взгляд зрителя Как младенца Просто А тут Тебе взгляд Опускается вниз Потому что Он видит Летящий объект Но этот объект Снова возвращает Этот взгляд Вверх Посмотрите Давайте Видели То есть Вот этот переход То есть Мы как бы Пытаемся Вниз Повести взгляд Чтобы посмотреть Что это там летит А оно обратно Или вылетает в центр И тут Получается Такой неприятный момент Что для этого нужно было сделать Давайте так Чтобы вы понимали О чем речь Здесь нужно было Расположить Какой-то светлый объект Который читается Вот сейчас Ты смотришь Ты не понимаешь Что это Ну На первый взгляд Вообще непонятно То есть Нам можно было Расположить робота Например Да Сделать на нем Фокус И когда вылетает Этот объект Фокус Ну робот на фоне Уходит в расфокус А фокус Начинает Сосредотачиваться На Вот этом объекте Который появился Вот Вот Примерно Сейчас так уже есть Но так должно было быть раньше Много вот этих вжухов То есть Здесь атмосфера Она такая Величественная Вот эти вот вжухи Такие Фух На фоне Да Они вообще не звучат Они не в тему здесь Здесь такая атмосфера Величия Такого Что-то происходящего Меняющего историю Действительно Громоздкие корабли Сильные воины И вот это Фух Оно не смотрится Здесь вот Вот дальше Дальше Вот этот Хороший кадр Он отличный Вот этот Супер крутой кадр Он просто Нереальный Он просто Очень круто Вписывается И в музыку И в атмосферу Его можно На рабочий стол Поставить Что самое главное Здесь было Очень круто Если начинать Начинать С пятой секунды Дальше Вот мне нравится Вот здесь Здесь была Какая-то Задержка У камеры Давайте Посмотрим Внимательно Какой-то Неприятный Это Это некрасиво Так делать нельзя С камерой Нужно тоже Аккуратно Обращаться Вот здесь Мне тоже Мне понравилось В конце движения Когда он Прикоснулся И такой Смотрите Аккуратно Прикоснись Зачем Куда-то Брать Палец Но в целом Работа все равно Крутая Парень ничего Не знал о 3D графике И сделал Такой ролик Появилось Огромное желание Продолжать Обучаться И узнавать Новое Для меня Все это Похоже на Увлекательное Сложное И захватывающее Приключение Ой, ребята Вы даже не представляете Что вас ждет Потом Мне кажется Что мозг В этот момент Насыщается Приятными Эмоциями Приятными Ощущениями Предвкушениями Когда ты что-то ждешь Такой Сейчас столько всего Узнаю Я думаю Это очень круто Я реально вам завидую Потому что В мое время Не было такого Я не мог так обучаться Я не мог получать Такое удовольствие От обучения Потому что Ну, в основном Оно происходило На ютубе Особенно по тем временам Естественно Качество контента Было еще ниже Чем сейчас То есть Если я сейчас считаю Что образовательный контент На ютубе Он довольно низкого качества В плане Не качества видео А в плане Качества знаний То в те времена Лет 10 назад И подавно Было все намного хуже И это было грустно На этом все Я надеюсь Что вам понравились Работы выпускников Мы указывали Всех инстаграм Они будут в описании Подписывайтесь на ребят Следите за ними Подписывайтесь на нас Подписывайтесь на меня Все будут ссылки В описании Там много чего интересного То есть В любом случае Как бы вы Не хотели Там будет Только полезный контент Который поможет Вам стать лучше То есть Подписываясь на нас Подписываясь на меня Вы будете узнавать Много нового И вы будете идти Вместе с нами В новом Будете вдохновляться Лучшими И развивать свой вкус Потому что Часто вы Например Подписывайтесь на Каких-то плохих Исполнителей Плохих авторов У которых Плохой вкус Каких-нибудь Видеографов И это Плохо влияет На то Что вы Создаете Когда вы Вдохновляетесь Столько крутым Естественно Вы сами Начинаете Создавать Что-то крутое Все На этом Собственно Я заканчиваю И я Жду Ваши Комментарии Потому что Это действительно важно Не только для Для охватов Это важно Для того Чтобы я понимал Что делать дальше Потому что У нас был Большой перерыв Я долго не выходил На свой канал Я ничего не записывал Для ютуба И сейчас Я хочу услышать От вас Чего не хватает Потому что Я сейчас пытаюсь Нащупать Какой-то новый формат Но вот Все никак Все Всех целую Люблю До связи Развивайтесь Бандиты